23 новых автомобиля скорой помощи получили медики пяти районов республики. Ключи вручил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев в рамках рабочей поездки в Шумерлю и Красночитайский район. Подробнее в нашем репортаже. Ключи от 23 новых автомобилей скорой помощи получили медицинские учреждения нашей республики. В их числе бригады из Чебоксарского, Алатарского, Бресинского и Вурнарского районов Чувашии. Полностью обновился автопарк неотложки Шумерли. В распоряжении бригад скорой помощи появилось 5 новых машин. Все это стало возможным благодаря проекту частного государственного партнерства «Новая скорая помощь». Благодаря реализации этого проекта за это время мы смогли обновить порядка 80, включая сегодняшние машины, порядка 80% всего автопарка машин скорой помощи. В первую очередь это комфортность работы наших врачей, наших средних медработников, фельдшеров, санитаров. Это естественно сказывается на качестве оказания медицинской помощи, сказывается на удовлетворенности наших пациентов и, конечно же, на повышение качества оказания медицинских услуг. Возители по достоинству оценили помощь республиканского правительства. Я проработал 19 лет. Уже получаю третью машину. По сравнению со старыми машинами, это уже более комфортабельные, быстроходные. В общем, эти соболя получили очень приятно. Все вездеходы. Для нашей местности это очень важно. На новом зерноскладе самого крупного хозяйства Красно-Читайского района Коминтерни Михаил Игнатьев увидел, как идет сортировка и сушка собранного урожая. Новый склад вместимостью 2000 тонн зерна был построен на месте старого год назад. На строительство потрачено более 3 миллионов рублей. В селе Красные Читай Михаил Игнатьев проинспектировал строящийся детский сад на 160 мест. На площадке уже возведены стены будущего здания, ведутся работы по укладке плит перекрытия. Директор подрядной организации пообещал, что до конца года социальный объект будет сдан в эксплуатацию. В деревне Мочковаши жители отметили сразу два события – День поселения и открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Более 2,5 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета на строительство этого медпункта. А всего в Красно-Читайском районе будет создано 6 фельдшерско-акушерских пунктов. К дню зданий 100 фапов будут введены, и я поставил перед правительством задачу, перед администрацией районов, тех населенных пунктов, где мы не могли сделать, на первом этапе, еще 50 фапов будем строить, для того, чтобы оказать своевременно доступно, шаговой доступности, в данном случае получается, селянам эту медицинскую помощь. Вместе с Михаилом Игнатьевым сельчане оценили уровень комфортности медпункта. На моем участке это первый модульный пункт, мы очень рады и благодарны всем, кто принимал в этом участие. Конечно, очень хорошо, что сделали медпункт, все-таки старые люди и с маленькими детьми очень плохо ездить. Не у всех есть транспорт, будем говорить так. Конечно, все рады. И мы пришли на праздник порадоваться за всех. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.